С Артихиева говорил, командир подъехала скорая, скоро будут вылетать на дубки. Молодец, я площадка, информацию слышу. Мы на земле, а там собираются подниматься в воздух. Директор аэроклуба имени Гагарина принимает сообщение от борта санавиации. Съемки идут параллельно с работой. Под ногами земля, с которой поднимался на учебном самолете, первый космонавт планеты. Но впереди появилась невидимая и очень высокая стена, о которой могут разбиться все взлеты и посадки с Гагаринской полосы. Мы дойдем до ее торца. И через 200 метров от этого места, когда будет торец этой полосы, по восточному направлению нашего аэродрома, есть проект, согласованный компанией Дом.РФ. Это фонд Дом.РФ, потому что компания есть еще связевая такая. Но мы сейчас имеем в виду Дом.РФ как фонд строительный. И застройщики буквально требуют отдать земельные участки, которые в соседнем поле с нашим аэродромом, под застройку тематического коттеджного поселка объемом 415 гектар. От вас требуется какое-то согласование с вами? Да, конечно. Как и для любого объекта недвижимости в радиусе 30 километров, вернее, неправильно сказал, в радиусе 15 километров, диаметром 30 километров наша приаэродромная территория с точкой центра в контрольной точке аэродрома. И данный участок, естественно, попадает в эту территорию. Руководство аэроклуба и застройщики не могут найти общий язык. Одних тянет в небо, других к земле. От Евгения Алексеева требуют подпись в документах, согласовывающих строительство. Но, по его словам, это нарушение федерального законодательства. Кому стройка, а ему тюрьма. На него стали жаловаться. Куда следует? В том числе и министру ЖКХ и строительства жалуются, пишут на нас, что мы такие нехорошие, что мы не даем людям развиваться. Люди купили земельные участки, нам и не согласовываем. В ответ министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Павел Мигачев обратился к федеральному руководству ДОСААФ с просьбой о передислокации аэроклуба. Чиновник посетовал, что аэродром не дает возможности ни строить, ни реконструировать объекты на территории ряда населенных пунктов. А главное, мешает реализации инвестпроекта компании Дом.РФ строительства тематического парка. В письме указаны номера участков. На кадастровой карте эти земли фигурируют как территории ОКХ «Аграрник». Кадастровая стоимость одного – 2 миллиона 395 тысяч рублей, другого – чуть больше 400 миллионов, а третьего – 2 миллиона 700 тысяч. При этом сам министр Мигачев говорит, что переносить аэроклуб он не просил. Ну, с просьбой перенести там, мы просто привести в соответствие законодательство документы, чтобы оформить полеты и так далее. Ну, там же написано, что просит перенести. Прошу передисланцировать аэродром и ресторан авиации. Сейчас эта идея все еще в силе и в связи с последними событиями. Нет, сейчас мы совместно будем принимать решение, чтобы поставить на учет и так как аэродром, потому что мы наводили справки, он у нас нигде не стоит. И дальше будем уже смотреть передислокацией, пока речи никакой не идет. Письмо датировано 18 октября этого года, а 8 ноября спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках своего рабочего визита в регион озвучил идею известного бизнесмена Романа Абрамовича проводить на территории Гагаринского аэроклуба международный фестиваль любителей малой авиации. Сейчас ведомство Павла Мигачева пытается выйти из непростой ситуации. В адрес редакции пришел комментарий, в котором речь идет не о переносе аэродрома, а лишь о необходимости установки границ воздушных подходов и санитарно-защитных зон. Глава саратовского филиала ДОСААФ Сергей Щукин в курсе этой переписки и был включен в комиссию по решению проблемы. Прежде чем письма такие писать, готовить, необходимо какие-то согласования, встречи рабочие проводить. Почему? Потому что взять так, перенести в этом письме, просто написано, вот, прошу передислоцировать аэродром Государственной Ации Саратов-Дубки. Ну, куда передислоцировать? Как передислоцировать? Подождите, здесь это такое историческое место, здесь, ну, не только Гагарин взлетел, и здесь у нас, вы меня извините, там подготовлено столько у нас летчиков и пилотов и так далее, и героев Советского Союза там, и так далее. И этот аэроклуб, он носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Это не так просто. И никаких предложений, когда мы с ним писали, а куда перенести, говорит, ну, это уже мы не знаем, это ваша проблема. Представляете, что только перенести аэродром. Вот вообще реально ли это, в принципе? Ну, это, я даже не знаю, как говорится, какие деньги нужны, куда его переносить, и как это все будет выглядеть. Я считаю, это нереально. Как говорит Сергей Щукин, к открытому диалогу их никто не призывал. Разговоры были в формате один на один. А потом вот это письмо. Но он напомнил, что помимо санавиации, в аэроклубе имени Гагарина базируется и обслуживается вертолет губернатора Валерия Радаева, к которому он собирается обратиться, если попытки перенести аэроклуб не улетучатся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова